Славянский район ещё раз подтвердил то, что его по праву называют одним из лидеров в развитии молодёжного движения. По-настоящему радостным стало для многих славянцев торжественное открытие Дома молодёжи. Наша съёмочная группа побывала на этом важном мероприятии. Славянская молодёжь всегда в центре внимания. Эти молодые люди отлично учатся, ведут общественную работу, принимают участие в многочисленных мероприятиях. И материально-техническая база, развивающаяся для реализации молодёжной политики, способствует развитию. Глава Славянского района Роман Сенеговский поддержал хорошую молодёжную инициативу. И вот результат налицо. Новый Дом молодёжи по улице Адельской, 324, широко распахнул свои двери для славянцев. Именно в нём активные славянские ребята смогут полностью раскрыть свой потенциал. Было принято решение о реконструкции нашего здания под Дом молодёжи. Почему говорю первый? Потому что будем считать, что это корпус номер один. Со временем появится корпус номер два, корпус номер три. Так должно быть, потому что должно быть место у наших молодых ребят. Прежде всего, как Олег говорит, для того, чтобы можно было мечтать. И уже часть наших идей, наверное, не сбываются. Летний кинотеатр уже есть. Хочу сказать спасибо всем за поддержку. Здесь у наших ребят будет возможность, как я уже сказал, помечтать. Заниматься творчеством, заниматься патриотическим воспитанием. Музей красивый, сейчас мы все его посмотрим. Ну и самое главное, первый шаг сделан. Сегодня живём в современном мире. У нас будет возможность и дальше насыщать этот объект тем, что необходимо для вашего развития. Почётное право перерезать символическую красную ленту было предоставлено главе района и самым достойным юнормейцам. Это события, приглашённые встретили горячими аплодисментами. В Доме молодёжи оборудованы современные залы для творческих занятий, репетиций, просмотра кино, конференций, переговоров и совместной плодотворной работы. Основные мероприятия, которые планируются здесь проводить, будут направлены на патриотическую работу с молодёжью. В одном из помещений расположился музей артефактов, который открыли члены поискового отряда «Кубанский рубеж» клуба К-95. Этот музей – удивительное место, в котором размещены экспонаты из 40-х пороховых времени, когда боевые действия велись на территории Кубани. В музее представлены артефакты, найденные кубанскими поисковиками на полях сражений, фотографии картины, картографические наглядные материалы, отражающие бои по прорыву голубой линии. Всё это результат многолетней работы славянских поисковиков. Это те, которые в течение этого года пользовались защитники при обороне и освобождении Кубани и Кавказа. Вот почему я так назвал. А для нас они, конечно, не одного года. Это очень не для нас значимо. Да, я думаю, значимо для всех будут, потому что, как показала практика, ранее были наши все встречи со школьниками, и уличные с населением, что оно интересно людям, они востребованы. Люди смотрят с удовольствием, вспоминают что-то, подсказывают своим детям или внукам, там уже кто-то подсказывает, что было, как. После экскурсии по музею состоялась тёплая неформальная встреча, на которой руководители Славянского района молодёжь и поисковики говорили о том, как в дальнейшем будет строиться патриотическая работа о будущих молодёжных проектах. Президент фонда имени генерала Геннадия Трошева Наталья Белокобыльская высоко оценила открытие Дома молодёжи, подчеркнув, что сейчас время возвращения к нашим корням, к подлинному патриотизму, и всё, что работает на это, дорогого стоит. Мы возвращаемся к нашим истокам, к нашим традициям, к нашей культуре, к нашей общественному существованию. Только так мы всегда были сильными, и я думаю, что вот этот центр как раз поможет молодёжи правильно найти ориентиры. Президент фонда поблагодарила славянцев за то, что они приняли активное участие в изготовлении маскировочных сетей для наших воинов. Ребят, спасибо вам большое, всем, кто принимал участие в этом и продолжает принимать участие. Роман Иванович, очень вам благодарна за то, что вы сразу же первый район, который откликнулся на мой призыв по плетению маскировочных сетей. Славянский район, огромное вам спасибо. Благодаря вам все наши мобилизованные, которые комплектовались с краем, были снабжены маскировочными сетями. Наталья Белокобыльская вручила руководителю Центра патриотического воспитания молодёжи имени Героя России Геннадия Трошева бюст генерала. Начальник штаба регионального отделения юноармии Николай Капранов сказал, что славянцы на правильном пути и заслуживают всяческого одобрения. Славянский район сегодня занимает лидирующие позиции среди патриотического воспитания, в целом воспитания молодёжи. И, конечно, открытие сегодня такого молодёжного центра – это очень большое событие не только для славянского района, но и для всего края. И для меня отрадно, что в рамках этого молодёжного центра здесь будет открыт дом юноармии, потому что у нас сегодня 12 домов в крае, и вот один из них – это в славянском районе. Это очень важно, когда у ребят есть место, куда они могут прийти, пообщаться, где могут проводить занятия, обучения различные. И это, конечно, даст большой толчок к развитию патриотического воспитания у нас в крае, ну и, конечно, в частности, в районе. Роман Синеговский вручил общественникам юбилейные медали в 80 лет освобождения славянского района от немецко-фашистских захватчиков. На встрече наградили тех, кто активно работает с молодёжью и вносит неоценимый вклад в развитие патриотического духа юношества и молодёжной инфраструктуры славянского района. Конечно, для юных славянцев открытие дома молодёжи – настоящая радость. Сегодня прекрасный день. Открылся славянский дом молодёжи для нас, юноармейцев. Здесь будет проходить множество различных мероприятий, в которых мы будем принимать активное участие. Итак, славянский дом молодёжи открылся. У него всё ещё впереди. Энергия молодёжного творчества найдёт здесь место, где всегда будут рады новым смелым инициативам. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, Константин Монастыренко. Программа «События». Продолжение следует...